Дом с приданым Ночь. Тишина. Спим с женой. Просыпаемся от громкого звука. Не поняли, что это было, но оба проснулись резко с испугом. Лежим, молчим, шепотом обсуждаем. Естественно, жена меня вытащила из постели. Сходи, мол, разберись. Я нехотя отправился на обход дома. Все было тихо. Дома все на месте, ничего не падало. Дальше заснули. Через два часа такое же кино. Но на этот раз я уже отчетливо слышал шум и знал примерно откуда он. Жена в панике. Я пошел в соседнюю комнату на разведку. Шум был оттуда. Проверил. Все опять в порядке. И только я собрался выйти из комнаты, как почувствовал чей-то взгляд на себе. Медленно оглянулся, но никого не было. Почувствовал холод по ногам. Подумал, что окно открыто. Надо бы закрыть. Подошел, отодвинул шторки и подпрыгнув до потолка заорал. На меня с улицы смотрела большими белыми глазами какая-то старуха. Вид у нее был такой страшный, как будто она месяца два назад померла. От моего крика закричала жена в комнате и стала звать меня. Я не помню, как вылетел из комнаты и бросился к жене, пытаясь ей объяснить, что я там видел. Она от страха ударилась слезой. Я пытаюсь ее успокоить, но и сам в панике. Через десять минут мы успокоились. Я пошел опять на обход, прихватив с собой молоток. Обошел вокруг дома. Постоял за оградой. Нервно покурил. Весь продрог, так как дело было зимой. Пришел к жене. Сидим, обсуждаем. И жена спрашивает меня, нашел ли я следы. Меня же осенило, ведь под окном, где она стояла, не было никаких следов. А ведь там сугробы по колено. Чтобы убедиться, мы пошли выглядывать в окно, но ничего там не обнаружили. Я был в недоумении. Жена опять слезы. Я ее еле успокоил. Время уже было к утру. Днем мы с ней поспали немного, так как ночью не удалось выспаться. И вот снова ночь. Нам уже не спится. Сидим у телевизора. Все хорошо. И вдруг в доме отключается свет. Я пошел смотреть пробки, но там все было в порядке. Прихожу в комнату. Жена сидит на диване. Я ей сказал, что с пробками все в порядке и пошел на кухню за фонариком и свечами. Захожу на кухню и натыкаюсь там на жену. Она тоже искала свечи. Я опишу. Ей говорить не стал. Стою, думаю, что делать. Ведь в комнате-то я четко видел ее. Хоть и света нет. А она тут оказалась. В итоге я взял фонарик, а на свечи и пошли в гостиную. Я иду и молюсь, чтобы там не было никого. Ведь если жена увидит кого-нибудь, то может и умереть. Ведь у нее сердце больное. На диване никого не оказалось. Только мы расставили свечи. Как вдруг включился свет. Мы помянули наше правительство добрым словом и начали готовиться спать. Но я-то видел кое-что. И мне совсем было не до сна. Я лежал и думал над всем этим. И начал догадываться, почему нам так дешево достался этот дом. Бывшие хозяева знали, но не сказали нам, что здесь происходят такие вещи. Лежал долго и не заметил, как заснул. Проснулся я от жуткого холода. Жена спала ко мне спиной. Я укрыл ее еще одним одеялом. И пошел покурить на кухню. Тут ко мне на кухню пришла жена и спросила, почему я отнес ее в гостиную на диван. Так как она засыпала вместе со мной в нашей спальне. Я ей сказал, что я этого не делал. И что сам лично укрывал ее в спальне недавно одеялом. Мы оба сильно удивились. И пошли в спальню проверить, кого это я там укрывал. Было странно и смешно от этого непонимания. Я открыл дверь спальни. Жена была за спиной у меня. И, о боже, на кровати лежала та самая бабка ужасного вида. Мы закричали от испуга и ломанулись в гостиную. Включили свет и стали звонить в милицию. Там нас отматерили и сказали, что пить меньше надо. Истерика продолжалась долго. В итоге я вызвонил пару своих друзей и объяснил им свою ситуацию. Толпой обследовали весь дом, но ничего не нашли. Жена категорично мне сказала, что она больше не ногой в этот дом и уехала пожить к своей маме, пока я не разберусь с этой чертовщиной. Я вызвонил бывших владельцев этого дома и спросил с них. Они сказали, что ничего не знают. Но в их голосе чувствовалась тревога. И я понял, что они врут. Как выяснилось впоследствии, они тоже были жертвами в этом доме, как и мы. Но ничего поделать не смогли и продали подешевле нам этот дом. У дома явно было не очень хорошее прошлое. На следующий день я вызвал священника, чтобы он осветил наш дом. Приходя, он с порога сказал, что дом нечист, здесь тяжело находиться и посоветовал мне переехать. Я же, в свою очередь, посоветовал ему сделать свою работу и чтобы претензий не было у меня потом к нему. Он осветил дом, я ему заплатил, мы попрощались. Я успокоился немного. Проверять результат мне не хотелось, но выбора там мало. И вот снова ночь. Теперь я был один. Для храбрости я прикупил себе немного алкоголя, так как понимал, что спать не буду. Сидел, тихонько распивал перед телевизором, наслаждался тихим вечером. Уснул я незаметно после шестой бутылки пива. Проснулся от того, что захотел в туалет. Стоя в туалете, я услышал стук в дверь и подумал, что может жена соскучилась, но я рано радовался. Подойдя к двери, я посмотрел в глазок. Там стояла жена, но какая-то странная. Лицо было словно стеклянное, застывшее какое-то. Я открыл, обрадовался, начал расспрашивать, почему передумала, на чем добралась. На что она мне ответила не своим голосом. Я спать пошла. Я еще подумал, что она простыла. Не помню, как заснул. Проснулся утром от телефонного звонка, поднял трубку, а там жена спрашивает, как дела. Я с просонья ничего не понял и задал первый пришедший в голову вопрос. Ты где? Она мне ответила, что у мамы. Я чуть не посидел. В комнату заглядывать не стал. Даже не помню, открыл ли я дверь или так вынес ее. Отбежал я от дома. Остановился отдышаться и понять, что происходит. А на меня из окна старуха седовласа опять смотрит. Но на этот раз на улице был я. Я понял, что я вчера ночью впустил ее обратно в дом после освещения. У меня больше не оставалось сомнений, что это призрак и возвращаться туда я не собирался. Так я стал свидетелем необъяснимого явления. Вскоре мы продали этот дом, примерно по той же цене, по которой и купили. Через полгода дом сгорел вместе с семьей в нем живущей. Их трупы были обнаружены в кладовке. Я догадываюсь, с кем они не поделили этот дом. В их смерти я чувствую себя виноватым. Но стараюсь это скрыть за маской безразличия. В этом доме не сбываются мечты. В 2000-х годах по воле случая, а вернее из-за халатного отношения к жизни, оказались мы с мужем и сыном семиклассником в одном маленьком симпатичном подмосковном городке. Были намерены обосноваться там, как говорят, имели виды нажительства. Сами мы из Сибири. Опущу подробности о наших хлопотах и неудачах, нами же созданных. Это тоже интересно, но тема у меня другая. После долгих поисков нам удалось найти дом. Хозяйка сдала нам его за символическую плату. Договорились, что муж заработает в Москве денег, и мы этот дом выкупим. Но муж уехал, остались мы с сыном. Дом оказался очень старым. Хозяин тоже был старый человек, умер за несколько лет до нашего вселения. Говорили, что мужчина, он был непростой, с тяжелым характером, прожил нелегкую жизнь. Возле дома находилась огромная свалка. Мы ее вскоре убрали, и на этом месте зазеленела трава. Я обратила внимание, что в доме ни мышка не промелькнет, ни паучок или еще какая букашка. Никакой живности нет. До лета ни одной мухи в доме не увидели. Хотя в доме долгое время никого не было. Где-то гнильцой пахло, а с нижнего этажа и сыростью. Опять же, кота завести смогли только с четвертой попытки, не приживались. Мы с сыном занимали две комнаты, остальные четыре пустовали. И вот мы обратили внимание на такие странности. Дверь открываем, входим, а закрыть не можем, как будто ее кто-то из коридора держит. Если же мы дома, дверь сама открывается и закрывается со стуком, как будто кто-то вошел или вышел. А то вдруг ясно слышится неразборчивое бармотание и покашливание, шарканье шагов. Это очень удивляло, но страха не было. В один момент, когда я начала падать, почувствовала, что меня кто-то поддержал и не упало. Одним летним утром я открыла створки окон и принялась за уборку. И вдруг слышу громкий, отчетливый женский голос. Галя, Галя, ты дома? Подумала, кто-то из соседок зовет. Подошла к окну, к другому. Улица в обе стороны совершенно пуста. Снова слышу. Дома, дома, Галя, дома. И смех женский мелодичный. Я в то время изучала Библию со свидетелями Иеговы. Ко мне приходили две прекрасные женщины, две Лены. При изучении Библии правильно трактуются различные жизненные ситуации. Так совпало, что в то время мы говорили о мистике, гаданиях и магии, как к этому относиться с точки зрения Библии и так далее. И вот во время нашей беседы мы втроем отлично услышали, как открылась и закрылась дверь. Одна из Лен сказала, что Павлик пришел. Я ответила, что никто не пришел. Она выглянула проверить и вернулась с изумлением на лице. Больше мы к этой теме не возвращались и никак ее не комментировали. Но мои Лены с того дня во время занятий прислушивались ко всяким звукам в доме. Причем никак это не комментировали и не объясняли. Так мы прожили полтора года соседства неизвестно с кем. Кстати, ночами нас ничто не беспокоило. Соседи и коллеги советовали пригласить священника, но я не смогла бы заплатить ему. Мы были очень стеснены в средствах. На поведение домового как-то не очень было похоже. Я с ним постоянно разговаривала, угощение ему оставляла. Не думаю, что это могли быть его проделки. Однажды наш некто очень активизировался. Мне даже пришлось возмутиться и строго отчитать его. На следующий день приехала хозяйка за квартирной платой и я ей рассказал о наших чудесах. Вот что она ответила. Это и не удивительно, ведь вчера у отца был день рождения. От нее я узнала, что в доме жили четыре семьи. Отец выкупил у двух семей их квартиры. Много лет прожил один. Ни одна его мечта в этом доме не сбылась. Ничего не выиграла и старушка, которая заупрямилась и не продала ему свои метры. И она по какой-то причине в этом доме жить не стала. А я так хотела выкупить дом, постепенно отремонтировать его и жить долго и счастливо. Но за несколько дней до нового года нам сообщили, что моего мужа убили в Москве. Сын после такого известия был в очень плохом состоянии. Мы срочно выехали в Сибирь. Дальнейшая судьба дома мне неизвестна. Мы живем на родине в своем городке. Но я часто вспоминаю тайны мадридского двора, наше странное пристанище на чужой стороне. То, что с нами происходило, подтверждает мнение, что дома, как живые существа, делят со своими хозяевами радости и горе и даже наследуют некогда кипевшие в них жизненные страсти. Однако было понятно, если бы это открылось кому-то близкому. Дочери, например, или даже бывшим соседям. Но ведь мы с сыном абсолютно посторонние люди. Что и почему хотел сказать дом именно нам? Непонятно. Там во дворе у сарая стояла под стоком огромная бочка. Деревянная, очень старая. В нее набиралась дождевая вода. Бочка никогда не пустовала, но во снах я часто видела эту бочку именно пустой. Мне уже тогда было понятно, что и нам в этом доме тоже не придется жить. Так оно и вышло. Хочу сказать, что я далека от мистицизма. Трезво оцениваю проявления жизни. Но то, что случилось с нами, чистая правда. Тихо там По долгу работы мне часто приходится общаться с людьми. Я выслушиваю нудные истории про их скучную и размеренную жизнь, пока занимаюсь своим делом. Да, люди жаждут общения, особенно если живут они в заброшенных поселках или деревнях. Все эти монологи я пропускал мимо ушей, но однажды мне попался не совсем обычный дом. Меня послали в рабочую командировку в один из поселков республики Коми. Я обходил объекты, занимаясь новыми установленными счетчиками и их потребителями. Люди подписывали составленные мной акты, я уходил, так и не дослушав очередную историю про несчастливую жизнь русского народа. Оставался последний дом, который находился на самом краю поселка. Читаю базу. Набережная 8. Потребитель. Жилин Аристарх Эдуардович. Ну, думаю, культурный дядя. Обойдемся без прелюдий. Я пришел в ужас, когда мы подъехали к его дому. Почти все окна были забиты сгнившими досками. Дверь еле висела на ржавых петлях. Сад был давно заброшен, и что самое ужасное, стояла жуткая вонь. Создавалось впечатление, что данное строение прошло все войны. Вот тебе, Аристарх Эдуардович, подумал я. Мне очень не хотелось заходить внутрь, но обход надо было заканчивать, и через какое-то мгновение я уже стучался вподобие двери, оглядываясь на одиноко стоящую машину. Кто-то хочет сдохнуть, послышался крик изнутри. Нет, отвечаю, я еще пожить хочу. Откройте, я по поводу установки электросчетчиков, думая про себя, что надо бы просить увеличения премии. Уходи, мне теперь все равно, все сдохли, и я скоро сдохну тоже, а ты молодой, поживи еще. Откройте, повторяю все так же, думая о премии. Нам надо в любом случае подписать акт об установке. Ну заходи, коль такой наглый. Внезапно дверь распахнулась, чуть не сбив меня с порога. В нос мне ударила вонь еще более невыносимая, так что закружилась голова. Я сразу определил ее источник, бросив взгляд в угол дома. Прямо на полу лежали куски мяса, над которыми кружили мухи. А ну что, нравится? Злорадствуя, спросил хозяин. А что ты думал? Я тут один живу теперь, была у меня и жена, да только я ее вынес недавно. В смысле, спрашиваю, вынесли? Совершенно забыв о своих обязанностях. А вот так, на своих руках и вынес. Я отсюда уже четверых вынес. Вот тут прямо где ты стоишь, над тобой на этой самой балке брат повесился, Федька. А потом через неделю и мать прямо на кухне за столом отошла. Еще через два дня и отец там же. Не правда ли странно, да? Ленка моя умирала долго и мучительно. Болела она. Вон, загляни. Прямо на том диване в этой комнате я ее и нашел всю скрюченную. Надо же было мне именно в тот день за сеном поехать. Будь оно не ладно. Через какое-то мгновение из той комнаты послышался звук разбившихся тарелок, как будто кто-то силой швырнул их об пол. Иди-ка там, зарычал хозяин. Мне стало не по себе. В голове пронеслись слова хозяина. Я тут один живу теперь. Ну, думаю, собака или кошка. Интересуюсь у него. Это собака, что ли, у вас там? Хотя сам только что заглядывал туда и ничего живого не увидел. Только обвисшие обои, старые ковры и гнилой диван. Э, собака. Да только померла эта собака недавно. И теперь хочет, чтобы я подох. Здесь все этого хотят. Перешел на крик хозяин. Даже отец приходит ко мне каждую ночь и зовет меня к себе. А мне не страшно. Слышите? Не страшно. Тут с еще большей силой что-то большое упало в той комнате. Тихо, я сказал. После определенных обстоятельств, произошедших в моей жизни. Я стал верующим. И сейчас, не находя ничего лучшего, стоял и вспоминал молитву, которую научил меня дед, уже напрочь забыв, зачем я сюда пришел. Поймав взглядом мои еле двигающиеся губы, хозяин вновь зарычал. Убирайся вон! Вон! Мне не нужно было повторять дважды. Я быстро вышел, даже не попрощавшись, на ходу мямля дедовскую молитву. Уже отходя от дома, я обернулся и увидел в окне той комнаты Аристарха. Он стоял, прижавшись лицом к стеклу и что-то обормотал про себя. Неожиданно дверь захлопнулась с такой силой, что едва не слетела со своих петель. Под тревожный лай собак, эхо от звука разлетелось над всем поселком. Он же даже не пошевелился. Ну как вам истории, друзья? Если понравились, просьба не забыть поставить лайк в качестве поддержки и подписаться, если еще этого не сделали. А самые новые видео, которые еще не вышли, я выкладываю на своем Boosty. Вы можете оформить подписку и бесплатно смотреть видеоролики так же, как и тут. Ну а по платной подписке вам будут доступны истории на целый месяц вперед, чем тут, как в формате аудио истории, так и в формате видео истории. Также вам будет доступна функция отправить мне личное сообщение. Все нужные ссылки вы можете найти в описании под этим видео.